Для настройки интерфейса вам необходимо перейти в режим настроить. Для этого в панели консоли наводим на вкладку внешний вид и выбираем настроить. Для начала установим WordPress импортер. Для этого кликнем вот по этой кнопке, а затем поактивировать. После чего возвращаемся в режим настроить и то же самое проделываем вот с этим плагином и с этим. Далее переходим во вкладку настройки главной страницы и в качестве главной выбираем статистическую страницу, а из раскрывающегося списка выбираем единственную созданную страницу. В большинстве случаев это будет Sample Page, но может быть и название главная страница. Далее возвращаемся на один уровень вверх и выбираем самую верхнюю вкладку, а затем Layout Option. Здесь как раз мы и будем отображать рекламные баннеры и популярные рубрики статей, поэтому настройки в раскрывающемся списке не меняем. А вот во второй области мы переставим чекбокс во второе положение, чтобы отображать рекламные баннеры и рубрики во всю ширину специально предназначенные для этой области. Далее возвращаемся на один уровень вверх и выбираем среднюю вкладку. Здесь надстраивается три параметра. Во-первых, отображение превью постов, то есть небольшая презентация поста на главной странице. Во-вторых, это отображение лишь одной категории тематики поста в архиве публикаций. И в-третьих, это отображение комментариев на статичных страницах, то есть главной. Итак, я поменяю только третий параметр, точнее выключу его, переведя маркер в противоположное состояние и перейду на один уровень назад, а затем кликну по третьей вкладке. Здесь настраивается наш презентационный слайд на главной странице. Давайте, во-первых, переместим маркер в строке Show Slide в противоположное положение, то есть в On. Далее установим лимит постов, кратных десяти, то есть в данном слайде будут показываться превью самых популярных и интересных десяти постов. После этого переходим на два уровня вверх, во вкладку свойства сайта. Здесь давайте введем название нашего блога и подзаголовок. Я введу название «Путешествуй сердцем» и подзаголовок «Путеводитель для путешественников». Теперь давайте загрузим логотип. Что можно использовать в качестве логотипа? Можно использовать изображение рекомендуемым размером 400 на 200 пикселей. Итак, где взять такое изображение? Существует два варианта. Первый – это заказать у дизайнера. Второй способ. Если вы не хотите тратить деньги и время на разработку индивидуального решения, то можно воспользоваться готовым решением. Например, найти в Яндекс.Картинках, либо на сервисе готовых иконок. Я лично считаю лучшим решением – это сервис Icon.Win. Ссылка на него будет под видео. Я загружаю готовое решение иконки, которое буду использовать в качестве логотипа. Для этого я кликаю по кнопке «Выбрать логотип», далее во вкладке «Загрузить файлы» кликаю «Повыберите файлы», после чего выбираем изображение на жестком диске и кликаем «Повыбрать». Далее вы выделяете изображение или часть его, а затем кликаете «Обрезать», впоследствии чего логотип установится на ваш сайт. Но я не буду использовать логотип, поэтому я его удалю. Просто хотел, чтобы вы поняли процесс добавления логотипа на сайт и знали о такой возможности. Я буду отображать только название и подзаголовок, поэтому я установлю в чекбокс вот это положение. Также можно отображать только логотип, либо логотип и подзаголовок, или только название. Итак, теперь мы загрузим иконку сайта. Не логотип, а иконку. Не путать. Хотя она правильно называется «Фавикон» и отображается на панели браузера возле названия сайта и на Яндекс.Выдаче в списке сайтов, выведенных по поисковому запросу. Ваше изображение должно иметь размер 512 на 512 пикселей. Я буду использовать то, которое загружал в качестве логотипа ранее. Вы же можете использовать изображение, например, с того же сервиса iConvert. Итак, загружаем фавикон. Алгоритм загрузки вы уже знаете. Для загрузки в разделе «Иконка сайта» кликаем «Повыбрать изображение». Посмотрите, фавикон установился на сайт. Чтобы он показывался в поисковом запросе Яндекса, сайт должен проиндексироваться. То есть должно пройти некое время. Теперь возвращаемся на один уровень вверх и переходим во вкладку «Цвет». Здесь настраивается цветовая схема вашего сайта. А именно, устанавливается цвет фона, цвет акцента на важнейшие моменты сайта, цвет иконок соцсетей, цвет иконок соцсетей при наведении на них. Здесь мы изменим лишь цвет акцента на синий. Кликаем по кнопке «Выбрать цвета» и выбираем цвет. После чего кликаем на любом свободном месте. Далее переходим на уровень вверх. Также вы можете выбрать в качестве фона не цвет, а изображение. Для этого переходите в вот эту вкладку и загружаете изображение для фона. А мы переходим в вот этот раздел. Здесь настраивается дизайн формы входа в консоль редактирования блога. В первой вкладке вы можете настроить внешний вид окна и сделать, например, его таким. Во второй вкладке вы можете вместо значка «Вордпресс» загрузить свой логотип. В «Лайот Опшн» вы можете определить местоположение формы регистрации и авторизации. В «Бэкграунд Опшн» вы можете загрузить фон для формы. В «Форм Опшн» вы определяете параметры полей ввода данных. В самой последней вкладке вы настраиваете цвета формы, а именно цвет кнопок, текста, ссылок и многое другое. Я ничего менять здесь не буду. Оставлю все как есть и вернусь на уровень вверх. Сохраню все изменения и выйду из панели. Теперь нам необходимо для того, чтобы сайт принял четкие очертания, завести несколько записей. Об этом и поговорим на следующем уроке.